вот друзья их немножечко работал можно ехать за другом что вы насобирали а ты уже разузился лицо бессовестного человека всем привет сейчас мы с алексеем едем на одно секретное место на котором мы еще сами не были однажды в передаче меняю зинку на украинском телеканале я увидел что там живут так называемые дети солнца так вот они в основном грибами питаются сейчас мы едем отбирать их хлеб мы заехали в такое место где волки как говорится какать боятся и вот прям с автомобиля мы с лёхой увидели вот такую красоту сегодня думаем взять их а это и не на нем уже что ли блестит и не что ли блестит взять их сегодня и пожарить мы сегодня хотели просто отдохнуть устроить пикник лесу в общем дальше посмотрим как у нас это получится это лёха грибы из семейства шампиньоновых можно кушать сырыми салат прям резать это прекрасно но чтобы не глотать зонт потом мы их термически обработаем как тут красиво там дальше сосенки подведем покажу смотри какие они ровные красота какие высокие это опасно просто золотое местечко такое дикое сюда не каждый проедет лёха разлетались тут вертолеты честно говорят друзья мы приехали туда демокарты лятный пас очень дикий лес никому нету мы так хотели уехать от людей подальше но боюсь чтобы нам не пришлось об этом жалеть потому как в незнакомом лесу мы тут еще ни разу в жизни не были легко заблудиться будем ориентироваться по солнцу вот тут такие вот хорошие уже маслятки нам попадаются мне попадаются хорошие не червивые так смущает меня это обходим с лёхой вот это болото большое ничего не попадается пока я не пришел на это место посмотрите друзья это что-то с чем-то это нечто это бомба огром они огромные просто я вот не знаю насколько еще пригодны сейчас будем смотреть и вон в общем вы сейчас сами все увидите друзья смотрите 1 да нет хороший второй я прям не знаю у меня и корзины не хватит или всех поместить и просто какие-то гибридные как будто я в чернобыль приехал е-мое такой вот такой среди прям скажем прямо среди сухого папоротника я такой рады что вырвался все таки другой незнакомый для меня лес и нашел здесь такие экземпляры поистине трофейные вы посмотрите на это раз-два-три-четыре и вот рядышком совсем молоденький растет и приятненький опа вот матушка мне говорит большие не бери они какие-то уже все подозрительные ну я легкий их отдам вы посмотрите на эту красоту друзья мои четыре штуки занимают почти всю корзину надо смотреть дальше посмотрите я иду дальше иду дальше и что я вижу какую картину я здесь наблюдаю они уже такие понимаете переростки в основном сейчас я покажу вам подробнее все вот я начну с того который мне нравится больше это вот этот вот подозиновичек иди сюда мой маленький вот потом возьмем вот этот он же нравится мне тоже а вот этих мы просто можем с вами понаблюдать вот видите тут их и очень такие уже пожилые не знаю я такие брать не буду пусть их зверушки кушают возьму молоднячок далее далее я увидел вот этот экземпляр он прям такой аж переломался ну красота красота так сейчас я их в порядок приведу поскладываю и буду далее продвигаться а то знаете я уже так зажурился признаюсь вам честно подумал что нужно было оставаться на нашем в наших лесах просто там людей тьма а мы хотели безлюдное место и вот мы его нашли так алексей вот мы и встретились надо как-то нам еще попасть друг к другу ну так классно ёкарный бабай смотри ну да как будто это маленький да там такие большие я оставил что мы его но все да вы ну это нормальный в принципе не зря да сюда попали конечно хоть нас и отговаривали да встретили там знакомых говорят так тут ничего нету благо машина рядом все скидываем сюда и так что можно чуть дальше то можно пройти и опять ныряем в лес заросли похожи на те где обычно я на своем болотце собираю вот ныряю я в эти заросли и так же среди вот этих непролазных джунглей наблюдаю красненькую шляпочку это молоденький подосик ага вон он вот же он ну-ка довольно неплохой гриб Леха и тут же мыши погрызли вот этот подосиновичек подосиновичек и рядышком один ну этот совсем неприглядный оставим его здесь зверушкам так что там есть что то есть что а я прям отсюда вижу точно красавчики ну-ка необъеденные мышками свежачки да красавцы как по книжке да энциклопедию можно создавать послал Леху обходить с той стороны специально чтобы он не нашел вот этого красавца ух ты ух ты а нога у него уходит очень далеко смотрите а вы говорите чё чё ты Дима не обрезаешь его если бы я его обрезал то это было бы на уровне вот этого пальца глянь Леха лежачий подосин так что обрезать видишь как невыгодно сколько мяса в земле остается грибного это просто отлично что Алексей пошел дальше и оставил мне вот этого красавца вот этого смотрите какой он тоже формы необычной необычной а вон там вон там вон там еще два вот так поближе посмотрим мышка поела обкакала этого тоже чуть-чуть меточку поставила и вон совсем огрызочек торчит друзья это просто подосиновичная мекка не пробывай 15 минут на этом болоте мы с Лехой набиваем свои тары единственный минус болота в том что оно очень-очень далеко я был не прав что тут нету водички в болоте есть водичка и вот ближе к водичке они и растут красота так такой густой глубокий мох просто настоящий отопь я плаваю на этом мху и ветках надо скорее всего выбираться ё-моё ё-моё страшно тут пришлось вернуться и пойти за Лёхой потому как я там чуть не утонул ну это настоящие мутанты не знаю Лёха тут сто лет никого не было растут тут себе стареют проживает жизнь он ещё бессмысленно это ножка за дверь ну пусть зверьки кушают мы берём молоднячок ну я взял один такой ну такой нормальный хайбук пожаришь может обхезаешься да обхезаешься чиня да я не знаю он ну да он уже тёмный прям там есть же из чего выбрать здесь такая густая растительность что приходится идти задом пролазить чтобы не оставить на ветке глаз вылезли мы с этого непролазного болота думаем походить уже по более такому покажи что ты там нашёл ну хорошо храполёк по такому уже свободному месту тут просто клондайк этих зонтов но мы их уже не берём нам хватит сегодня пожарим на природе вы посмотрите сейчас половина первого я хожу в футболке как летом хотя уже 28 октября вот такая аномальная погода у нас сейчас держится но обещают на днях уже будет заморозок ночью муравьи то ли спрятались уже то ли бросили свой муравейник вот бывает идёшь идёшь всё болото почти обошёл ничего нету а вот в одном месте включаешь они уже старые и объеденные три надо смотреть здесь молоденьких я так думаю что просто из-за густой такой растительности мы их не видим а они прячутся они прячутся очень хорошо здесь вот Алексей пропустил Алексей пропустил вот такие я люблю вот это самый лучший размер вылазят где наиболее сырое место интересная такая межоночка так братцы надоело нам по болотам да по болотам решили мы соснячок за маслятками жирные чего там Лёха маслёночек вот и мне тут чего-то попалось ага тоже маслёночек хорош 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 Лёха Будем болото обходить? Или будем сосняковать? Какая тут сочная травушка. Вот под такими маленькими одиночными сосенками находятся такие реденькие маслятки. Среди пней, срезанных грибов. Вот, например, для наглядности не увидишь сразу. Хорошо маскируется. О, тут хороший масленочек. Да не один. Какие-то страшные звуки слышу. Ого! О, классно! 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 вот оно друзья единение с природой будем мы будем мы наверно уже сворачиваться вот этот гриб будет завершающим масляточек собрал немного но зато порадовали подосиновики болотные вот он наш результат совместный ну чё неплохо ох ты на скороводку до грибалки выходного дня неплохо неплохо всем пока до новых встреч пока ставьте ему лайки и подписывайтесь на мой канал не знаю как грибов вот этих товарищей вы точно насобирали иди домой лёха надо обследоваться надо сейчас снимать все вещи и смотреть друг на друга среди леса это такие товарищи что и в пятую точку залезут не побрезгают и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok